Всех приветствую на канале Дороги Китая Влюшин. Приглашаю прокатиться со мной на велосипеде город Энгвис, набережная, дамба, практически вся. В прошлый раз не доехал вот до моста и вот с этого места начал движение в другую сторону, другой ракурс, вам показываю. Практически вся будет набережная, да, увидите улицу, студенческой выйдем. Как всегда говорю, ютюбер, ютюбер, одноклассники, контакты, дзен, яндексе, выкладывают данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, все как обычно, где кому-то удобно. И немножко пока едем по набережной, кто не был, посмотрите, кто был, напоминаю, как она выглядит. И если бы она еще выглядела бы, вернее, вся была бы асфальтирована, но вообще бы классно, для меня бы лично. Первый раз вот прокатился по всей дамбе и вот вам показываю. И немножко, чтобы не было совсем скучно и дам информацию про Энгельс, потому что давно уже не давал. Взял из Википедии, чуть-чуть его прочитаю. Напомню, что это за город Энгельс, если верите Википедии. Энгельс до 1914 года Покровская-Свобода, до 1931 года Покровская-Свобода, город Сарадской области России, второй по числу жителей город-области, административный центр Энгельского муниципального района и входящего в него муниципального образования города Энгельс со статусом городского поселения. Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища при впадении реки Саратовки напротив Саратова. Основан на 1747 году Чумаками из Полтавской и Харьковской губернии. Флаг города синий-бело-красно-черно-желтый, желтый-черный цвета на флаге от флага Германии. В память автономной республики немцев по Волжи, а белый, синий и красный от флага России. На Гербе изображен волк, скот, на котором везли ссорить Чумаки. С 1922 по 1941 года столица автономной республики немцев по Волжи. В ходе состав саратовской агломерации предпринимались покупки выдвинуть предложение по объединению Энгельса и Саратову единый город миллионеров, я помню. Население 225 1426 человек на 2021 год, если расположено на левом берегу Волги, в Волгоградском захранилище, в низком Заволжье, на юге-востоке-восточной европейской равнины, связано с областным центром городом Саратовским мостом, длиной 2825,8 метров, высота над уровнем моря около 35 метров, самая низкая точка на территории города, урез воды Волгоградского водохранилище 15 метров над уровнем моря. Наивысшее расположено у южной окраины города и составляет 40 метров над уровнем моря. Для защиты города Энгельса от постоянного времени затопления при воздействии Волгоградского водохранилища построена дамба овалованье в городе Энгельс, по которой мы сейчас и катаемся, которые я вам и показываю. Пляж остановился, показал, день был жаркий, чуть светленно, ехал навстречу ветру. Городской пляж с правой стороны, мы проехали, перед этим видели, там есть стояночки были. Здесь можно отдохнуть, искупаться, то есть городской пляж, где он находится. Чем-то напоминает, ну, само собой, дамба есть дамба, а напоминает как в Волынске, так как в Волынске есть еще и заборчик вдоль идет. Здесь его нет, здесь дышится спокойнее. Немного про Энгельс еще. Первичное название селения Покровская Слобода, она же Покровский городок, которое было дано под церковь Покрова на световой Богородице. В середине XIX века отмечено также название Казаконштадт, связанное, видимо, с тем, что первые жители Слободы были казаки. Окружающие их новые поселенцы были немецкоязычными. В 1914 году Слобода переобразована в город Покровского. В 1931 году переименована в город Энгельс в честь игрока Энгельса. Что еще могу сказать по истории Покровского Слобода, основанного в 1937 году на левом берегу и Киев-Волге украинскими поселенцами. Напротив города Саратова, прежде на этой территории были халмитские качели и ставка хана Айюки. То есть, вот интересно, конечно, википедию читателей, если есть википедия, как в районском поселении. Ну да, еще раз зацепил меня. Еще в 1617 и в 1674 годах в черте современного Энгельса находился и сам Саратов. Вот так вот. Перенесенный позже на другой берег Волги. Здесь состоялась первая встреча Петра I с колнызским фаном Айюкой. Интересно, конечно, все это читать, но иногда думаешь, почитаешь, и я не эту информацию взяли. Но кто хочет, тот найдет. Можете сами поискать и почитать, приобщиться к этому. Ну, интересно, конечно. Из полотна. В основном, сначала написали, что в основном в 1147 году, я вам говорил, чумаками из Полтавской и Харьковской, Губернии. А дальше пишут, что это украинцы. Такие же они были украинцы, если они были чумаками. Вот это википедия жжет. Читаю, и иногда что-то недопонимаю. Так что я вам стараюсь давать чуть поменьше информации, потому что это все интересно как вычитывать. Здесь уже есть заборчики, где, да, едем, скамеечки. То есть скамеечки не везде. Сами наблюдали, да, откуда мы начали ехать. И вот куда приедем. То есть скамейки заканчиваются. Все. Я так понимаю, официальная часть закончилась набежной. И начинается такая. Да, обратно покажу тоже. Вот. Ракурс обратный. Он по-другому открывается, что характерно. И доедем до площади Ленина, до КЦ Лазурной. Показываю ускорим на режиме. Где-то, чтобы не занимать ваше время. Вот. Потом будет сюжет. В парк Патриот. Доехал в этот же день. Покажу, там прокатился. Что вы имели в виду. Полностью, как вот я покатился по парку. По дорожке. Народ был. Вообще там никого не было. Увидеть. То есть вот такие сюжеты. Будем выкладывать. Еще впереди. Ну и дальше. Куда если выходные. Съездим. Прокатимся. Буду тоже это показывать. А так вот продолжать движение. Дам. Велосипед Шульц. Предназначен все-таки вот катаюсь. Вот 20 дюймов. Кататься просто на короткие расстояния, вам скажу, удобно. Сложил его. Положил его в багажник и поехал. И по равнине. То есть где асфальт хороший. Где вот дорожка отлично едет. Где только вот начинаются какие-то кочки. И грунтовка, и щебенка. Этот велосипед не предназначен. Тяжеловатенько. Проехать можно, но все-таки. Он и написан городского цикла. Так что кто думает. И кто смотрел мой обзор про этот велосипед. Вот еще одно. Обзыв о том, для чего он нужен. Для покатушек. Или доехать где-нибудь. Быстренько пересесть. И доехать. Ну, для татковления таких. Конечно, я к нему уже привык. И еду вот. Первый там сколько у меня было. Три километра. Четыре, наверное. Тяжеловатенько. А потом еще когда ветер спинул. Хотелся от души. И минус о том, что вот людей пришлось. Это не жаловать. Просто рассказываю о том, что как это было. Педалировать. То есть, накат маленький. Постоянно приходит. Там скорости меня. И вон с ними всем скоростей приходилось. Постоянно педалировать. И против ветра. И по ветру. А вот 26 дюймов. И там боли, которые ездили. Ну, которые встречались. Вот встречаются такие вот велосипеды. Сами видите. Они едут. Отдыхают. Дают имерцию. Велосипед катится. Даже по таким дорожкам. Он едет и едет. То есть, чуть-чуть. Ну, кто как. Какую скорость выбирает. И намного удобнее. Так что я о том, что сами выбирайте. Для чего вам нужен велосипед. Для каких целей. Кататься одно. Для ехать и вернуться. Кратковременно другое. Плюс еще вот хранение. Я почему и выбрал его. То, что хранить очень удобно. В тамбуре я его заношу незаметно. Плюс. Он у меня больше, конечно, не для покатушек таких. А езжу из дома до гаража. За машиной плетом. И обратно. Машину ставлю. 2,5 километра гараж находится. От дома. Вверх поднимаюсь. А потом из гаража очень удобно быстро приезжать. Вот для этих целей я, в принципе, и купил. Чтобы двигаться врачей, советую. Велосипед, ходьба, плавание, бег, коньки. С годами это очень нужно. Коньки есть. Велосипед есть. Хожу. Вот не бегаю. Плаваю тоже вот, когда купаюсь. И вам рекомендую. Когда еще вот ты едешь и не знаешь, когда, где заканчивается. Тоже вот ехал, ехал. Когда же закончится эта набережная. А потом обратно ехал. То, видите, следующий сезон так быстро получилось. Ну и опять же, ветер спина был. Прямо очень удобно ехать. В Энгельсе, я вот смотрю, уже вторую или третью я вижу вот эту парковку для машин. Открытая, вернее, как она называется? Многоэтажная. Очень удобно. Здесь частный сектор вдоль набережной. Даже гостиницу, я каких-то видел. Ну, первый раз увидел, первый раз вот и понравилось. Если жить в Энгельсе, чем он мне нравится, он на равнине. Кататься на велосипеде, одно удовольствие. Не то, что в Саранках. Вот приходится выбирать, где проехать. И вот такие почки. Осталось у меня еще желание. Не знаю, в этом вот это получится, не получится. Желание проехать по мосту. На велосипеде тоже туда-обратно, к Саратовскому. Ни разу не кататься. Вот так вот и жизнь проходит, что ты ни разу не делал, делаешь и дальше планируешь. Чем и тем в жизни интереснее. Где-то вот есть спуски. Я так понимаю, этот спуск сюда приезжает на машинах с лодками такими. Распускай здесь на воду в лодке. Ну и так же я смотрел, люди тоже загорают там. Да, вот такой этот был день 12 августа 2023 года. Амена и возврату не подлежит. Осталось по времени немножко проехать. Здесь вот щебень мелкий. Очень неудобно мне было. Проехал. Куда деваться? Любопытство распежал. Там вот я до Мастани доехал. Не так было видеть любопытен. Думаю, неохота была здесь. Вот все-таки решил доехать до конца. Увидеть. Те же заканчивается дамба. А, оказывается, я не знаю, дальше там есть и нет. Дорога повернула. И я уже выехал сейчас в улице и будем выезжать на улицу. Студенческую улицу. Так что кто ни разу не был и кто жителей Энгельса, имейте в виду, вот такая она набежная в городе Энгельса. Ну вот, повернул, поехал по дороге. И смотрю, дома знакомые такие. И получается, что сейчас выйдем на дорогу. Направо, потом налево. И прямая с выезда на студенческую. Кому нужно, конечно. А как ориентируя, там, выезжая через перекресток и на кладбище там въезд. На этом заканчиваю. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. До новых встреч в новых сюжетах. И вот. Вот так прямо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok